добрый день мастер морфикс 4 на 4 один из наиболее популярных и интересных шейп модов кубика 4 на 4 нетрудно догадаться что эта головоломка является гибридом двух других мастер морфикс 3 на 3 и соответственно кубик 4 на 4 данное видео адресовано тем кто уже умеет собирать вот эти две головоломки если вы не умеете то по ссылкам в описании вы можете найти подробнейшие обучающие видео по каждой из них очевидно что по строению мастер морфикс 4 на 4 будет напоминать соответствующую кубическую головоломку мы видим на обычном кубике 4 элемента центра одноцветные на мастер морфиксе центр двухцветный где половина красного цвета половина синего цвета на мастер морфиксе всего лишь четыре цвета центральных элементов 6 у каждой из четырех деталек поэтому некоторые детальки будут двухцветными всего центральных элементов 24 из них половина двухцветных половина одноцветных ребра на кубике четыре на четыре двухцветные одинаковые на мастер морфиксе ребра это вот эти элементы один побольше другой поменьше имеют они один цвет и каждые пары элементов повторяются трижды к примеру три синих пары ребер три зеленых три красных и три желтых углы такие же как на мастер морфиксе три на три четыре трехцветных на вершинах фигуры и четыре одноцветных вот эти маленькие треугольные элементы на каждой грань на обычном кубике все углы трехцветные этапы сборки такие же как на кубике 4 на 4 вначале собираем центры потом ребра далее этап 3 на 3 и решаем при необходимости паритеты и паритеты то самое интересное в мастер морфиксе четыре на четыре стандартные алгоритмы здесь работают не так хорошо либо не работают вообще и до особенности строения головоломки алгоритм для решения паритетов которые покажу в этом видео помогут также справиться с более крупными четными мастер морфиксами такими как 6 на 6 и 8 на 8 в перемешанном виде головоломка выглядит примерно так несмотря на измененную форму держать в руках и все равно приятно но вращать нужно аккуратно так как здесь сложный механизм и возможны различные заедания затревания и в случае неаккуратного вращения могут вылететь элементы далее покажу наиболее эффективный и рациональный способ сборки который мне удалось разработать так же как и в кубической версии на первом этапе мы собираем центры так как учетных головоломок нет фиксированных центров очень важно будет соблюдать последовательность сборки на головоломках где нет белого цвета есть двухцветные элементы я обычно начинаю с сине-красного центра на обычном 4 на 4 для того чтобы собрать первый центр мы собирали 4 белых элемента на одной грани для этого мы составляли по два элемента рядом и ставили две этих полосочки на одну грань первый центр собирается просто на мастер морфиксе мы ищем сине-красные двухцветные элементы к примеру вот один они на вид абсолютно одинаковые вот второй внешне они не отличимы но к одному из них нужно добавить красный квадратик а к другому нужно добавить синий причем не важно какому и какое главное что разные начнем к примеру с этого здесь поблизости находится красный квадратик попробуем поставить их рядом мы видим что сейчас центральные элементы стоят не рядом друг другом это говорит о том что слои головоломки сдвинуты в таком положении в некоторых плоскостях она вращаться не будет к примеру попробуем повращать вот так у нас ничего не получится для начала совместим таким образом чтобы четыре центральных элемента были отчетливо видны здесь 4 здесь 4 здесь 4 в таком состоянии головоломка уже вращается по одной оси по другой не вращается значит нужно посмотреть внешние грани вот здесь вот центр стоял криво поправляем и тоже вращается возвращаемся к нашему сине-красному элементу нужно к нему поставить либо красный либо синий квадратик видим вот здесь синий квадратик поворачиваем синий красный элемент таким образом чтобы находился снизу и синяя сторона была слева и подводим сюда синий квадратик первая полосочка от центра сине-красного у нас готова теперь ко второму сине-красному элементу нужно подставить красный квадратик если бы мы здесь поставили красный то к этому надо было бы ставить синий ищем красный квадратик вот ставим их рядом получилась полоска и совмещаем две эти полоски на одной грани первый центр готов какие могут быть ошибки и трудности при сборке центров рассмотрим это на примере первого допустим вы уже собрали одну полоску красно-синюю и где-то собираете другую только забыли какой квадратик вы ставили к тому центру и ко второму центру тоже подставили синий квадратик и в тот момент когда вы совмещаете две эти полоски на одном центре у вас получается вот такая картина вроде бы каждая полоска сама по себе правильная но так как они две одинаковых на самом деле зеркальных то центр у вас не собирается а значит нужно одну из них переделать для этого мы разделяем эти полоски вращаем головоломку так чтобы не разрушить собранную и сюда подставляем какую-нибудь красную но здесь уже красный элемент есть поэтому просто поворачиваем и ставим в нужной ориентации первый центр готов нужно переходить ко второму на кубики четыре на четыре после сборки белого центра мы собирали желтый на противоположной грани почему здесь делались возвратные движения можно собирать любым способом но главное не разрушить уже белый собранный пример если есть два отдельных элемента можно совместить их на нужной грани отвести в сторонку и вернуть движение так чтобы сохранить белый центр получилась одна полоска также если желтая грань у вас пуста при собранном белом можно было собрать полоску где-нибудь а сбоку и вот такими движениями ставить на свою грань поднимаем вращаем верхний слой дважды и возвращаем после чего собираем вторую полоску и чтобы поставить ее вот сюда мы должны разместить одну полоску под другой и нижней полоской выбиваем верхнюю разворачиваем двойным движением верхние грани и отменяем первое движение белый центр цел желтый собран в случае если наверху каким-то образом оказалось уже три элемента то для того чтобы поставить туда четвертый мы размещаем одиночный элемент под вертикальной полоской после чего поднимаем одиночный элемент так чтобы сверху собралась палочка и и отводим в сторону и возвращаем первое движение важно следить чтобы при подъеме вот этого элемента палочка образовывалась потому что если будет сверху вот такое положение мы эту палочку выбиваем а здесь вторая палочка не образуется и у вас тогда центр не соберется если получается именно так то просто поворачиваем вот эти три элемента таким образом и все получается если мы посмотрим на обычный мастер морфикс напротив сине красного центра располагается зелено желтый именно зелено желтый центр мы будем собирать напротив сине красного для этого мы разместим сине красный центр и где-нибудь слева и найдем зелено желтый элемент он как раз перед нами рядом с ним нужно расположить либо желтый либо зеленый одноцветный квадратик ну видим здесь желтый видим здесь еще желтый и попроще поставить рядом собралась первая полоска зелено желтого цвета располагаем синий красный центр снизу и вот на эту грань отправляем вот эту полоску для этого поднимаем разворачиваем при помощи верхней грани на 180 градусов неважно в какую сторону и возвращаем первое движение одна полосочка и есть для себя я выбрал такую систему обозначение цветов вот этих полосочек зелено желтая начинаем с маленького цвета заканчиваем большим то есть второе наименование это тот квадратик который нужно доставить если у нас собрана зелено желтая полоска то 2 должна быть желто зеленая возвращаемся на боковые стороны ищем еще один зелено желтый центр вот он так как здесь у нас была зелено желтая полоска нам теперь нужна желто зеленая а значит к этому центру нужно добавить зеленый квадратик разворачиваем так чтобы зеленый цвет был сбоку и ищем свободный зеленый квадратик так как цветов здесь всего 4 одинаковых элементов тоже достаточно ну один из них как раз рядышком еще один здесь давайте его располагаем справа сверху и двойным движением ставим рядом с двухцветным элементом и вот нас получилось желто зеленая полоска теперь и нужно отправить на зелено желтую грань располагаем эту полоску под другой полоской нижней полоской выбиваем верхнюю разворачиваем на 180 градусов и отменяем первое движение зелено желтый центр собирается альтернативный способ поместить две полоски на одну грань это не выбивать нижней полоской верхнюю а опустить свободное место с нужной грани вниз развернуть переднюю грань и вернуть наверх и зелено желтое тоже собирается в случае если после установки первой полоски на нужную грань второй двухцветный элемент оказался там же мы можем поступить двумя способами либо отправить его вниз с возвратными движениями то есть опускаем поворачиваем переднюю грань так чтобы сместить элемент с подвижного слоя и вернуть движение на место и можно с этим элементом внизу собирать полоску и отправлять его уже наверх либо можем поступить как на кубике 4 на 4 нам здесь не хватает зеленого квадратного элемента так как желтый тут есть а два один нацветных одинаковых нам здесь не нужно значит второй должен быть зеленый мы должны его найти к примеру здесь и установить наверх но для этого мы опять же должны выбить одну полоску и так же как на кубике 4 на 4 создать одновременно вторую полоску а значит вот этот зеленый квадратный элемент нужно расположить к примеру вот так пробуем поднимаем наверх образуется еще одна полоска отводим в сторону и возвращаем первое движение центр собран важно если вы попытаетесь подставлять таким образом элемент того цвета который уже тут был у вас получится некрасивый центр и придется переделывать поэтому либо собирайте полоски отдельно либо будьте внимательны два центра собраны убедитесь что они находятся на противоположных гранях если вы их собрали рядом то это неправильно нужно чтобы они были напротив друг друга далее на кубике 4 на 4 мы располагали белый желтый центр по бокам и собирали в произвольном месте синий делалось это интуитивно и просто собрали одну полосочку вторую и разместили рядом здесь возвратные движения не нужны на мастер морфиксе роль синего центра будет выполнять синий зеленый и здесь я рекомендую сразу запомнить правильное расположение сторон мастер морфикса при сборке после того как мы собрали синий красный центр и зелено-желтый мы зелено-желтый располагаем слева а синий красный справа конкретно на мастер морфиксе очень легко запутаться даже если вы обладаете опытом его сборки поэтому либо запоминайте расположение центров как я сейчас показываю либо ориентируйтесь на мастер морфикс 3 на 3 ну любой другой собранный мастер морфикс на котором можно четко проследить какой центр где располагается для себя я опытным путем выработал именно вот такую стратегию после сборки синий красного и зелено-желтого мы синий красный располагаем справа зелено-желтый слева и собираем синий зеленый центр для этого ищем синий зеленые центральные элементы вот оба они здесь находятся к одному из них подгоняем зеленый одноцветный центр сверху здесь есть собирается полоска ставим ее вертикально к другому центру подгоняем синий квадратик расположим для начала центр таким образом найдем синий квадрат и так как у нас собранная полоска была слева мы спокойно вращаем правую грань и собираем вторую полоску первая полоска у нас была сине-зеленая это зелено-синяя если вам такое наименование нравится можете использовать это не обязательно располагаем полоску вертикально и совмещаем в один центр собрано три центра на обычном четыре на четыре после сборки трех центров я рекомендовал расположить белый перед собой синий сверху и справа тогда будет красный после чего вот таким образом перехватив мы собирали красный центр на этой грани одна полоска с возвратными движениями ставим на свое место ищем вторую полоску либо собираем ее и ставим сюда же после чего оставалось собрать два последних центра и первый был зеленый второй оранжевый и мы проверяли чтобы зеленый был напротив синего оранжевый напротив красного а значит здесь точно зеленый и уже привычным приемом собирались сразу оба на мастер морфиксе после сборки трех центров мы собираем синий желтый слева у нас зелено желтый справа синий красный только что был собран синий зеленый теперь мы его перемещаем назад перехватываем мастер морфикс и вот на этом месте собираем синий желтый очень важно чтобы слева было зелено желтый справа был синий красный либо проверяйте по мастер морфикса три на три для того чтобы собрать здесь синий желтый центр мы ищем синий желтый центральные элементы они находятся вот здесь на противоположной грани очень неудобная ситуация но решаемая для начала мы воспользуемся вот этим желтым квадратиком и соберем вот здесь вот сине желтую палочку чем мы не только соберем но совместив два элемента рядом мы их повернем так чтобы они перешли на перемещаемый слой и отменим первое движение для того чтобы не разрушился уже собранный синий зеленый центр ну можно собирать любым способом вот эти полоски главное чтобы синий зеленый центр не разрушился одна полоска готова отправляем ее на свое место слева зелено желтый справа синий красный здесь синий зеленый значит на этом месте должен быть синий желтый поднимаем разворачиваем возвращаем первое движение одна полоска готова она синяя желтая значит 2 должна быть желто синяя элемент нас ждет здесь и рядом с ним нужно поставить синий если бы это был обычный кубик 4 на 4 то надо бы такая ситуация устроила так как там элементы одноцветные но здесь двухцветный элемент и желтый к синему не подходит поэтому для начала мы их разделим так как синих квадратиков больше не осталось для этого мы к примеру вот этот поднимем на свободную грань здесь отведем в сторону и отменим движение после чего на вот этой свободной грани соберем желто синюю палочку для этого квадратик поставим так элемент стоит уже удобно поднимем палочка собралась отведем в сторону и отменим первое движение здесь синяя желтая полоска здесь желто синяя полоска совмещаем их на одной грани выбиваем уже имеющиеся разворачиваем и отменяем первый ход синий желтый центр готов дальше легко определиться какой следующий центр так как здесь синий желтый то у этого центра должен быть либо синий либо желтый цвет если мы приглядимся то на этих двух центрах уже не осталось синего цвета но зато есть желтый поэтому не задумываясь мы здесь собираем желто-красный центр видим что одна полоска уже готова так бывает часто и готова уже вторая просто располагаем эту вертикально эту вертикально строго под ней и стандартным способом поднимаем наверх тут разворачиваем и возвращаем желто-красный центр собран случае если здесь нет ни одной собранной полоски мы смотрим ее либо снизу например она есть либо просто собираем сверху допустим что у нас вот этой желто-красный нет и мы вот этим красным квадратиком соберем желто-красную полоску сверху поднимаем отводим в сторонку возвращаем дальше здесь желто-красная полоска нужно еще красно-желтая здесь тоже желто-красная значит вот к этому элементу нужен желтый квадратик он как раз а здесь опускаем забираем полоску с собой и ставим на место на обычном 4 на 4 этих движений было бы достаточно но на мастер-морфик все центры как я уже много раз говорил двухцветные поэтому если желтый одноцветный элемент находится снизу а центр сверху то мы можем и не совместить их полосочку есть два варианта решения один из них должен сработать возвращаем на место вот у нас элемент снизу значит это тоже опускаем вниз но видим что не совпадает красный и желтый поэтому в этом случае не вышло возвращаем значит нам в любом случае необходимо вот этот желтый элемент с нижнего места переместить на верхнее при том особо не меняя расположение вот этого элемента то есть нужно сделать так чтобы вот этот элемент остался на этой грани для этого мы размещаем его справа ровно там же где и желтый элемент опускаем желтый элемент вниз и перемещаем его с этой позиции на нужную поворачиваем переднюю грань после чего возвращаем теперь подводим на старое место наш желто-красный центр и повторяем процедуру опускаем желтый квадратик видим полосочка совмещается поворачиваем и центр собрался в случае если у нас двухцветный элемент оказался на верхней грани но второго одноцветного рядом с ним нет нужно забрать его снизу это опять же можно делать будет двумя способами один из них будет работать в первом случае мы просто опускаем и они сразу объединяется после чего можно забрать наверх во втором случае желто-красный элемент стоит не так удобно и если мы попытаемся забрать вот этот желтый отсюда то цвета не совместятся а значит нам нужно опять изменить положение вот этого двухцветного центра с верхнего на нижнее может возникнуть мысль а что если не получается взять желтый элемент давайте возьмем красный ну тогда мы получим смешную и ненужную ситуацию которую я уже показывал то центр вроде бы собран но неверно разумным же решением будет опять же поместить второй элемент под первым опустить вниз с верхнего положения поменять на нижнее и вернуть наверх то что здесь появился красный центр сейчас не важно главное что мы сверху желто-красный опустили вниз теперь нам остается просто забрать отсюда желтый располагаем слева и пробуем совместить вот этот центр с этим элементом так как двухцветный у нас в нижней части центра значит и вот этот нужно опустить вниз совмещаем полоска получилось забираем с собой желто-красный центр готов и на обычном кубике последний шестой центр собрался бы автоматически но на мастер морфиксе чаще всего вы будете видеть что-то подобное если шестой центр автоматически не собрался то возможны две ситуации это как раз первая из них да можно решать подобные ситуации три циклами но для мастер морфикса 4 на 4 гораздо эффективнее использовать алгоритмы из 3 на 3 если вы уже владеете 4 на 4 то должны владеть и сборкой 3 на 3 в котором я очень настоятельно рекомендовал не пренебрегать алгоритмом который даже в методе для начинающих позволял переставлять противоположные ребра этот алгоритм называется теперь ситуация в которой он применяется в 3 на 3 выглядит вот так блок блок и здесь противоположные ребра переставляется два вот этих угла и два вот этих ребра похожи на букву т поэтому так и называется теперь внизу экрана будет формула ну и надеюсь что этот алгоритм вам уже знаком р у р штрих у штрих р штрих у штрих р у р штрих эф штрих эф штрих эф-эр-два у штрих эр-штрих 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 Р штрих, F штрих. Мы видим, что здесь особо ничего не поменялось. Но на деле вот эти два центральных элемента изменили свое положение. Верхний стал на место нижнего, а нижний на место верхнего. Вот эти два остались на местах. То, что как-то поменялись остальные элементы, а именно вот эти и вот эти, нас сейчас не волнует, так как мы собираем только центры. Повторю алгоритму на 4 на 4, чтобы было все понятно. Движение двойных слоев обозначается буковками RW. Я произносить буду как RV, чтобы было короче. РВ, У, РВ штрих, У штрих, РВ штрих, РВ штрих, РВ штрих. Стандартный алгоритм называется TPERM. Этот же можно назвать TVPERM для удобства. В случае, если у нас есть одна собранная полоска, мы располагаем ее слева и меняем положение двух вот этих элементов при помощи только что показанного алгоритма. РВ, У, РВ штрих, У штрих, РВ штрих, Ф, РВ два. У штрих, РВ штрих, У штрих, РВ, У, РВ штрих, Ф штрих. Зелено-красный центр собран. Если на последнем центре получилось так, что ни одной полоски нет, то есть вот эти двухцветные центры стоят правильно друг относительно друга, то можно делать ТВ-Перм дважды, либо использовать специальный алгоритм. Покажу оба способа. Когда мы используем предыдущий алгоритм, то неважно в какой ориентации у нас находится верхний центр. Главное, чтобы он располагался сверху. Просто выполняем алгоритм. РВ, У, РВ штрих, У штрих, РВ штрих, Ф. РВ, У, РВ штрих, Ф штрих. Мы видим, что элементы как-то переставились и появилась уже одна собранная полоска. Располагаем ее слева и повторяем алгоритм. РВ, У, РВ штрих, У штрих, РВ штрих, РВ штрих, Ф штрих. Все собралось Также такую ситуацию на последнем центре можно решить при помощи одного алгоритма Опять же из кубика 3х3 Этот алгоритм называется копье И переставляет два угла и два ребра Выполняется следующим образом F, R, U' R' U' R, U, R' F' R, U, R' U' R' F, R, F' На мастерморфиксе опять же мы все движения R, R' будем делать двумя слоями При применении алгоритма у нас поменяются местами два вот этих центральных элемента Поэтому не так важно каким образом будет располагаться этот центр Так как любая подобная перестановка решит нашу ситуацию Давайте сделаем из такого положения F, R, V' R, U' R, V' U' R, V' R, V' U' R, V' F' R, V' 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 Синий-зеленый, после него синий-желтый, после желто-красный и после зелено-красный. Все верно. На втором этапе мы собираем ребра. Если вспоминать метод для начинающих в кубике 4х4, то делали мы это следующим образом. Находили два одинаковых элемента ребра. К примеру, зелено-оранжевая и зелено-оранжевая. Располагали их оба снизу, ну либо сверху, после чего делали сдвиг половины куба, алгоритм под названием флип, R, U, R' F, R' F', R. И возвращали половину куба обратно. Вследствие чего у нас собиралось одно ребро. В случае, если ребра не становились в нужное положение, к примеру, одно было снизу, другое сверху, то либо можно было сделать на этом же месте просто флип без сдвига куба. И ребро разворачивалось. Либо можно было как-то отправить его наверх, там как-то покружить, какие-то собственные алгоритмы придумать и в итоге установить в нужное положение. Можно делать любым способом, но флипом, конечно, быстрее. А еще лучше сразу ставить в нужное положение. После чего сдвиг половины куба, флип и вернуть обратно. Ребро собирается. На мастер морфиксе этап сборки ребер несколько проще, так как здесь всего 4 цвета, много одинаковых элементов, и некоторые могут собраться самостоятельно. Но для того, чтобы собрать остальные, мы можем применять те же знания из кубика 4х4 по методу для начинающих. Для этого находим два элемента одного цвета. Напомню, что ребро состоит из двух элементов. Один побольше, другой поменьше. Это крупная часть, это мелкая часть. Если в кубике 4х4 мы собирали полностью одинаковые на вид элементы, то здесь они будут только одного цвета, но разного размера. Давайте посмотрим. Вот большой зеленый элемент. Надо вот сюда поставить маленький зеленый элемент. К примеру, вот он есть. Если мы сделаем вот так, то он станет как раз в нужную позицию. После чего мы сдвигаем верхнюю половину. Делаем движение в штрих. Для этого ребра делаем флип. R, U, R' F, R' F', R' И возвращаем половину головоломки обратно. Движение U, V. И у нас зеленое ребро собралось. За один раз мы собираем одну пару ребер. Давайте посмотрим еще. Вот, к примеру, есть у нас желтое крупное, желтое поменьше часть. То, что не располагается сверху, нам ничуть не мешает. Но если эстетика требует, то можем просто развернуть переднюю грань, и оба располагаются уже снизу. Делаем то же самое. Сдвигаем верхнюю половину. У, V', делаем флип. R, U, R' F, R' F', R' И возвращаем верхнюю половину обратно. Вот тут желтое ребро собралось. Движемся дальше. Видим здесь два маленьких зеленых, но здесь ребро собранное. Поищем. Вот, к примеру, зеленая крупная часть, зеленая маленькая часть, стоят обе снизу. Поэтому делаем алгоритм. Сдвигаем, выполняем флип. И возвращаем. Очередное ребро собрано. Так продолжаем, пока все не соберется. Желтый, желтый. Маленький, большой. Неважно, кто слева, кто справа. Главное, чтобы на одном уровне стояло два одноцветных, но разных элемента. Маленький и большой. Сдвигаем верхнюю часть. Делаем флип. R, U, R' F, R' F', R' И возвращаем. Ну, теперь ребро у нас собралось справа, так как мы изначально расположили нужные элементы сверху. Если они снизу, то ребро соберется слева. Если они были сверху, то ребро соберется справа. Собираем дальше. Красный, желтый. Красный, желтый. Как раз нужная позиция. И у нас одновременно соберутся два ребра. Такое тоже часто будет случаться, так как много одинаковых элементов. Сдвигаем. О, V', делаем флип. R, U, R', F, R', F', R' Возвращаем. Два ребра собралось. Смотрим дальше. Вот не собранные. И вот не собранные. Видим, что здесь маленький синий элемент, здесь большой. Мы сразу стараемся поставить его так, чтобы большой синий оказался на верхнем уровне. Для этого можно делать следующее движение. Ну, либо любые другие интуитивные. Выполняем тот же самый алгоритм. У, V', R, U, R', F, R', F', F', R' Возвращаем. Собралось ребро справа. Дальше продолжаем. Красные, зеленые, крупные. Нужны маленькие. Маленьких не видно. Вот красный маленький. Если мы не глядя поставим элементы, то получим что-то вот такое. Большой красный снизу, маленький красный сверху. Должны быть на одном уровне, если мы используем флип. Ну, а чтобы развернуть ребро на месте, мы также применим флип, но без двига в штрих. Просто делаем флип. R, U, R', F, R', F', R' И видим, что маленький красный оказался на том же уровне, что большой красный. Выполняем стандартный алгоритм. У, V', R, U, R', F', 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 R. Возвращаем. Красное ребро собралось. Синий, зеленые. Зелено, красные. Располагаем так, чтобы зеленое оказалось снизу. И выполняем тот же алгоритм. Сдвигаем. R, U, R', F, R', F', R'. Возвращаем. Так, что у нас остается? Маленькие, синие и красные. Сверху все собрано. Здесь не собрано. Располагаем синий. Синим на одном уровне. Так. Все хорошо. Одновременно соберутся оба ребра. И синие, и красные. Выполняем. Сдвиг. R. U, R', F, R', F', R. Все собрано. Проверяем. Четыре ребра здесь. Четыре ребра здесь. И на среднем слое тоже все ребра собраны. Вот таким нехитрым способом можно собрать абсолютно все ребра на матерморфиксе 4х4. Но можно это сделать и быстрее. Лично я использую другой способ. Если вам знаком кубик 5х5, то это вам очень поможет в освоении. Следующий блок те, кто не умеет собирать 5х5, могут пропустить и сразу перейти к этапу сборки 3х3. Для тех, кому интересно, я покажу более эффективный способ сборки ребер. А именно метод фрислайз. На кубике 4х4 он не так эффективен, но на мастерморфиксе весьма полезен. Фрислайз это метод свободного сдвига. Я его включаю в методику для начинающих, начиная с кубиков 5х5. Сейчас я покажу, как он работает на этой головоломке. Как я уже говорил, часто бывает, что какие-то ребра уже собрались. Давайте поищем, есть ли здесь такое. Вот, к примеру, желтое ребро. Делаем так, чтобы оно осталось на верхней грани. Далее. Смотрим, можем ли мы собрать какие-то ребра, которые находятся на среднем слое. Этот верхний, этот нижний. А то, что осталось, это средний. Ничего нет. Поэтому находим какие-нибудь элементы, которые можно с верхнего слоя поставить так, чтобы в один сдвиг совместилось, к примеру, вот с этим желтым большим элементом. Вот вверху есть маленький желтый. Если мы сделаем движение R, U-штрих, R-штрих, то он станет на верхний ряд, а большой желтый на нижнем ряду. Если мы сдвинем вот так, то у нас это ребро соберется. После чего вот это собранное ребро мы должны заменить на какое-то несобранное с верхней грани. У нас на выборе есть три. Причем выбрать нужно такое, чтобы следующим движением у нас собралось еще одно ребро. К примеру, вот здесь есть маленький зеленый элемент. Если мы опустим вот этот большой элемент вот сюда, то следующим движением, не восстанавливая центры, мы соберем еще одно ребро. Делаем те же движения R, U-штрих, R-штрих. Тем самым мы собранное желтое ребро подняли наверх и заменили его вот на это несобранное. Теперь, не восстанавливая центры, мы совмещаем вот эти два элемента и получаем еще одно собранное ребро. То, что центры сейчас восстановились, это скорее случайность. Мы на них пока не обращаем внимания, но главное перемещать элементы именно теми способами, которые я показываю. Смотрим, на что заменить вот это зеленое ребро. Здесь у нас зеленые и желтые крупные элементы. Смотрим, есть ли такие сверху. Вот есть для крупного зеленого маленький зеленый элемент. Если вот отсюда элемент нужно поставить вот сюда вниз, мы можем использовать другой алгоритм. Он интуитивен. Почему другой? Если мы сделаем те же движения R, U-штрих, R-штрих, то элемент, который стоял справа, окажется сверху. А сверху нам сейчас не нужно. Мы флип делать не собираемся. Поэтому вернем. Для этого делаем движения R, U, R-штрих, то есть обратные. Чтобы вот этот элемент поставить на нижний ряд, мы сделаем движение U-штрих, F-штрих, U, F. И тогда у нас маленький окажется снизу, большой сверху. После чего мы их объединим. Далее у нас вариантов нет. Три ребра здесь собраны. Нужно менять на какое-то не собранное, на сине-красное. Смотрим, можем ли мы это сделать с пользой. У нас здесь сзади маленький красный элемент и большой синий. Такие же у нас и здесь. Ничем нам это не поможет, поэтому произвольно просто меняем. Не важно как. В итоге у нас сверху 4 ребра собралось. Переворачиваем Master Morphix на 180 градусов, так чтобы верхний слой стал нижним, а нижний верхним. Убеждаемся, что на среднем слое нам не из чего собрать ребро. На самом деле это не так. Вот у нас зеленый элемент и вот к нему маленький. В одно движение мы собираем ребро. Теперь его нужно на что-то заменить. Видим здесь два крупных синих и маленькие синие. Нужно вот этот маленький синий поставить на верхний слой. Если мы хотим его совместить вот с этим. И на нижний, если хотим совместить вот с этим. Давайте совмещать будем с этим. То есть нужно поставить вверх. Для этого мы можем с левой стороны сделать зеркальный алгоритм. L' U L На и совмещаем. Если вам захочется перенести сверху ребро в одно движение, то так делать нельзя. Так как в этом случае развернется боковой центр. И они потом перемешаются все. Поэтому делаем только теми движениями, которые я показываю. Либо подобными, которые не развернут вам центры. Собранное синее ребро. Меняем на что-нибудь. Также видим, что собралось красное. И мы можем заменить сразу два несобранных ребра. А у нас их здесь целых три. Поставим сначала какое-нибудь любое получилось. И вот это заменим уже с умыслом. Ну, здесь я вижу сверху этот желтый элемент, который можно с этим совместить. Этот находится сверху, поэтому вот этот нужно поставить вниз. Так как вверх идет правый элемент, да, сюда, получается, желтый пойдет вниз. Делаем R, U', R'. Если вы собирали пять на пять, то все это интуитивно должно быть понятно. Совмещаем. Центры у нас постоянно собираются, разбираются. Это пока не важно. И у нас остается еще один элемент, не собранный. На него и меняем. Сверху все собрано. Теперь мы восстанавливаем центры. Просто вращаем, пока они не совместятся. Если вы все делали аккуратно, то все соберется обратно. Центры. Могут также собраться некоторые ребра. В итоге мы значительно быстрее собрали восемь ребер. Четыре сверху, четыре снизу. Здесь могут остаться четыре несобранных ребра, три, либо два. Но либо все ребра собрались, такое бывает очень редко. Эти оставшиеся ребра мы можем дособирать способом из метода для начинающих, который я показывал до этого. То есть для маленького красного и большого красного, стоящих сверху, мы сдвигаем, делаем флип и возвращаем. И у нас по одному будет все собираться. Но можно поступить эффективнее. Это особенно полезно, если осталось всего лишь три ребра. Если осталось четыре, то можно одно из них собрать по способу из метода для начинающих. И когда останется три, два оставить на среднем слое, а одно поднять наверх. К примеру, вот так. Располагаем несобранное ребро перед собой, чтобы было удобно. Теперь смотрим. Если вот этот элемент поставить вот сюда, то красное ребро соберется. Собралось. Теперь вот это собранное мы должны заменить на несобранное. И здесь важно не ошибиться, чтобы потом не делать лишних движений. Синий большой находится снизу. Значит, нужно синий маленький расположить сверху. Чтобы левый элемент расположился сверху, нам нужно, чтобы правый элемент расположился снизу. А для этого мы делаем движение. У штрих. Ф штрих. У. Ф. И отменяем первое движение. После этого у нас собраны все ребра. Это немного быстрее, чем сделать флип, но нужно быть более внимательным. Применение этого способа сборки ребер не обязательно, но так ребра собираются значительно быстрее. На этапе 3х3 мы собираем мастер морфикс 4х4, как мастер морфикс 3х3. Первые два слоя мы собираем абсолютно так же. Какие-то отличия начнутся только на третьем слое, в случае если появятся паритеты. Сразу уточню, что привычные алгоритмы для паритетов из кубика 4х4, здесь либо работают не совсем так, либо не работают вовсе. Поэтому будьте внимательны. Если вы не умеете собирать мастер морфикс 3х3, то я крайне рекомендую посмотреть мое обучающее видео по ссылке в описании. Здесь же я покажу пример сборки. Это касается первых двух слоев. Начинаем, как обычно, с сине-красного центра. Одно синее ребро стоит рядом. Нужно найти еще одно синее и два красных. Но одно красное здесь поблизости есть. Располагаем с красной стороны центра. Если оно не подходит, то разворачиваем R' U F' И все сразу подходит. Дальше. Вот это синее отведем для начала в сторону, развернем центр и поставим сюда. Не подходит по форме, поэтому разворачиваем R' U F'. Три ребра есть. Сюда нужно еще одно красное. Есть поблизости. Сразу подошло. Два красных ребра подгоняем к центрам, где есть красный цвет. Здесь и здесь. Проверяем. Синие подошли к центрам, где есть цвет синий. Здесь все сразу совпало. Этот центр нужно развернуть. Поднимаем ребро вверх. Для этого крест располагаем снизу. Отводим в сторону. Поворачиваем центр. Проверяем. Все хорошо. Возвращаем на место. Разворачиваем следующий. Напомню, что если центр по форме совпадает с ребром, но по цвету нет, то для разворота потребуется поворот на 180 градусов. То есть мы сначала поднимаем ребро, отводим в сторону. Разворачиваем центр на 180 градусов. И ребро уже должно подходить. Возвращаем на место. Так. Здесь собрано. 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 Мы получили правильный синий-красный крест. Далее собираем первые два слоя любым доступным для вас способом. Я покажу сначала пару элементов методом для начинающих. То есть по одному. К примеру, вот этот уголок. Маленький, синий. Нужно расположить вот здесь. Располагаем сверху. И делаем три хода от пиф-пафа. Уголок встал на место. К нему ищем синее ребро. Здесь по форме совпадает. Значит, нужно расположить над соседним центром. Где по форме совпадать не будет. И выполнить стандартный алгоритм из кубика 3х3. Отводим в сторону. Поднимаем слот. Возвращаем. Возвращаем. Получаем пару. Отводим ее в сторону. Поднимаем место, где она должна стоять. Возвращаем. Возвращаем. Вот у нас два элемента стоят на местах. Можно, конечно, по отдельности собрать все углы, а потом ребра. И также можно использовать F2L, который я подробно показывал в своем обучающем видео по мастер-морфиксу 3х3. К примеру, видим знакомую пару. Синий-красный уголок. И уже зеленое ребро к нему подходит. И место как раз вот здесь. И просто целиком устанавливаем на место. Так, смотрим дальше. Вот еще синий-красный уголок. К нему нужно желтое ребро. К примеру, вот такое. Но опять же, при помощи F2L собираем пару и устанавливаем на свое место. Дальше вот сюда нужно поставить красную пару. Ну и здесь можно трехходовкой. Объединяем в пару. И сразу загоняем на свое место. Первые два слоя собраны. Далее собираем третий слой. И здесь, как и в мастер-морфиксе 3х3, первым делом нужно найти ребро, которое по форме и по цвету совпадает с центром. На версии 3х3 такое ребро обычно есть сразу за редким исключением. На 4х4 довольно часто сразу нет нужного ребра. Поэтому мы из произвольного положения делаем алгоритм рыбка. Напомню, что это алгоритм OLL из кубика 3х3. R, U, R', U, R', U, R, U2, R'. На мастер-морфиксе он используется для перестановки вот этих трех ребер против часовой стрелки. Выполняем R, U, R', U, R', U, R', U2, R'. Может случиться такое, что после первого применения ребро такое не найдется. Поэтому придется повторить алгоритм. Как только правильное ребро, которое по цвету и по форме совпадает с центром нашлось, мы располагаем его перед собой. В данном случае у нас сразу два ребра правильных и можно выбрать любое. Допустим, что у нас такое ребро было только одно. Мы располагаем его перед собой. Можно совмещать вот этот цвет, можно не совмещать. Это сейчас не важно. Давайте совместим для красоты. Чтобы зеленый был рядом с зеленым. Но это действие не обязательное. После этого мы должны расположить остальные ребра так, чтобы они совпадали по цвету с центром. Достаточно только по цвету. Желтое с зеленым не совпадает. Желтое с желтым совпадает. Зеленое с желтым не совпадает. А надо, чтобы совпадали все три. Рыбка, которую я сейчас показывал, переставляет элементы против часовой стрелки. Вот это ребро переставится сюда. Это сюда. А зеленое сюда. В этом случае мы видим, что ребра встанут на свои места. То есть везде будут совпадать по цвету. Этого в любом случае можно будет добиться за одно либо два применения рыбки. Если же необходимо переставить ребра по часовой стрелке, то можно будет выполнить зеркальный алгоритм под названием левая рыбка. Который будет выглядеть вот так. L' U' L' U' L' U' L' U' L' U' L' В данном случае нам будет достаточно правой рыбки. Мы видим, что два ребра и по форме, и по цвету совпадают, а два ребра только по цвету Мы видим стандартную ситуацию галка Также мы помним, что может возникнуть ситуация палка Если бы вот это ребро совпадало и по форме, а это наоборот не совпадало Если у нас галка, то для того, чтобы правильно ориентировать вот эти ребра, необходимо выполнить следующий алгоритм F, обратный пиф-паф, U, R, U', R' и F'. Если посмотреть, то одно ребро стоит на месте, а три других как-то переместились и опять стоят криво Но на самом деле они уже все правильно ориентированы, их осталось только переставить Посмотрим, какая перестановка нам потребуется Желтый можно переставить сюда, тогда этот пойдет сюда, и зеленый сюда Значит, нужна перестановка против часовой стрелки Можно либо это просчитывать, либо просто крутить правую рыбку один или два раза Главное, чтобы правильно стоящее ребро было перед нами Все ребра собрались Вот ситуация палка, о которой я говорил Правильные ребра по цвету и по форме располагаем слева и справа Напомню, что уголка располагалась слева и сзади И выполняем следующий алгоритм, как в кубике 3х3 F, пиф-паф, F' После чего остается переставить три оставшихся ребра Находим ребро, которое стоит правильно И выбираем, какую перестановку мы сделаем Здесь, опять же, пригодится перестановка не против часовой стрелки, а по часовой Так как вот этот зеленый должен пойти сюда, этот сюда, а этот сюда Для этого используем зеркальную рыбку, ну или левую L' U' L' U' U' L' U' L' U' U' L' Ситуация точка, как на кубике 3х3, здесь невозможна Так как вы изначально находите ребро, которое располагается возле центра правильно Если такого ребра нет, то делайте сначала рыбку, и оно появится Но, так как это четный мастер-морфикс, здесь возможен O' L' U' L' паритет Определить наличие паритета достаточно легко Если вы расставите все ребра по своим местам, так чтобы они совпадали по цвету И 3 ребра будут совпадать по форме, а одно нет, то это O' L' паритет Также возможна ситуация, когда после установки всех ребер по своим местам У вас получится только одно правильно ориентированное Это тоже паритет Либо одно ребро правильное, либо три Главное, что их нечетное количество Мне кажется, более удобным приводить к ситуации, когда 3 ребра Для этого мы из такого положения можем сделать, к примеру, палку Предположим, что вот этот элемент правильно ориентирован И расположим таким образом И вот эти два развернутся Делаем фронт Пиф-паф Фронт штрих Проверяем, в какую сторону нужно выполнить перестановку Допустим, вот эта ребра будет стоять на месте Здесь нам против часовой не поможет А по часовой стрелке перестановка поможет Выполняем Через глебую рыбку Ль штрих Уштрих Эль Уштрих Л Штрих О2 Эль И приходим к знакомой ситуации Напомню, что на 4 на 4 ОВОА паритет выглядит вот так И для его решения мы используем такую алгоритму. Ребро разворачивалось, получался крест. Это собранный мастерморфикс, посмотрим, что на нем произойдет. РВ, У2, перехват Х. РВ, У2, РВ, У2, РВ, У2, РВ, У2, РВ. У2 РВ штрих У2 РВ штрих У2 Ну и смотрим Реброд конечно развернулось Вот здесь Но помимо этого развернулся Еще один центр Гораздо лучше использовать другой алгоритм Для Олл паритета Опять же из кубика 4х4 Он выполняется примерно так же Но вместо движения двумя гранями РВ РВ штрих И с левой стороны тоже Мы будем вращать только средний слой Обозначать это движение будем Р малое Чтобы выполнить движение Р малое Можно сделать РВ Р штрих Это будет Р малое Либо просто повращать средний слой На мастер морфиксе Проще будет делать РВ Р штрих Но в алгоритме мы запишем именно Р малое Чтобы запись была короче Выполняется следующим образом Маленькое Р У2 Перехват Х Еще раз Еще раз Р малое И здесь бы обычный алгоритм паритета закончился, но так как мы вращали только средние слои, надо сделать два дополнительных хода. Это движение M' два средних слоя мы от себя поворачиваем и в конце B2. Это нам развернет конкретно одно вот это ребро. На самом деле, помимо разворота вот этого ребра, еще центр развернется на 180 градусов, что потребует от нас дополнительных перестановок ребер верхнего слоя, но этого не избежать. Ну и как это выглядит на мастер-морфиксе? Неправильное ребро располагаем перед собой и выполняем те же самые движения. r малое, u2, не забываем перехват. r малое, u2, r малое, u2, r малое, штрих, u2, l малое, u2, r малое, штрих, u2 r малое u2 r малое штрих u2 r малое штрих u2 и два дополнительных хода оба средних слоя m штрих и движение задней грани можно с перехватом b2 в итоге мы видим что ребра правильно ориентировались но центр развернулся из мастер морфикса 3 на 3 мы знаем два способа разворота центра на 180 градусов мы видим что два зеленых ребра подходит желтой стороны два желтых зеленой стороны и по форме все подходит это разворот на 180 градусов если у вас получился разворот на 90 градусов значит вы изначально собрали ребра неверно а значит их надо пересобрать то есть сделать полностью сборку ребер сначала для этого сделать рыбку найти собранное ребро расставить их по местам ориентировать и опять расставить по местам так как если останется поворот на 90 градусов это паритет который придется решать на последнем этапе и который вам разрушит уже собранные и все равно придется пересобирать поэтому очень важно изначально ставить одно ребро правильно и после собирать остальные тогда мы разворота центра на 90 градусов избегаем первый способ разворота центра на 180 градусов мы делаем рыбку р у р штрих у р у 2 р штрих делаем движение у и делаем рыбку еще раз р у р штрих у р у 2 р штрих центр разворачивается все становится хорошо второй способ это чистый разворот центра без перестановки других элементов мы делаем движение р у р штрих у и центр разворачивается можно обратить внимание что последний алгоритм пусть он более длинный но он выполняет чистую перестановку а алгоритм с двумя рыбками еще и переставляет противоположные углы меняет два этих и два вот этих так как разворот центра на 180 градусов это постоянная ситуация на мастер морфик с 4 на 4 если встретился олл паритет то можно использовать вот эти дополнительные возможности разворота на 180 своих целях алгоритмы оба простые что можно владеть обоими нашем случае нужно развернуть центр на 180 градусов но при этом мы видим что вот этот угол и вот этот угол если поменяется местами будет хорошо также мы видим что вот этот угол тоже стоит не на своих местах если поменяется тоже будет отлично на самом деле нам сейчас не так важно как будут стоять маленькие элементы гораздо важнее как стоят большие трехцветные углы если один из углов стоит на месте то лучше использовать чистый разворот центра то есть р у р штрих у пять раз если ни один угол на месте не стоит и вот такая перестановка поставит какой-то из них на место то лучше применить алгоритм через две рыбки но можно применять любой и впоследствии решать уже что получится это уже на ваш выбор в данном случае мы видим что углы стоит не на своих местах и было бы неплохо их переставить делаем алгоритм через две рыбки р у р штрих у р у 2 р штрих мы видим что все развернулось и уголки еще стали по местам лишив нас возможности выполнять последний этап на этом сборка ребер завершена то есть мы расставили все по местам и решили олл паритет сборка углов из наличия плл паритета будет несколько отличаться от мастер морфикса 3 на 3 рассмотрим различные случаи здесь углы стоят на своих местах и нужно их только развернуть это самый простой случай рассмотрим менее удобные к примеру вот такой мы видим что один из углов стоит на своем месте а три других нужно переставить на самом деле мы должны в первую очередь рассматривать только большие углы и пренебрегать расположение маленьких это будет отличать сборку 4 на 4 от мастер морфикса 3 на 3 для того чтобы переставить вот эти углы мы располагаем верхней гранью зелено-желтый к себе и правильно стоящий угол слева сверху спереди этот угол стоит на своем месте но неправильно ориентирован цвета зелено-красно-желтые такие же как у близлежащие у близлежащих элементов в перестановке будут участвовать вот эти три мы используем алгоритм из кубика 3 на 3 то же самое что был в методе для начинающих в оригинале он выглядит вот так правильно стоящий угол на месте и три вот этих переставляются желтая грань к себе и выполняем следующие движения R U' R D2 R' U R D2 R2 если ни один угол не стоял бы на своем месте мы бы просто провернули этот алгоритм и какой-то был уголок стал в нужную позицию у нас же вот этот угол на своем месте поэтому сразу делаем алгоритм R U' R D2 R2 смотрим что получилось зелено-желтая грань уголок на месте не на месте не на месте не на месте а значит нужно повторить либо можно было использовать обратно алгоритм располагаем опять зелено-желтую грань к себе правильный угол стоит здесь делаем алгоритм еще раз опять же маленькими уголками можно было пренебречь главное что вот этот угол не встал вот на это место поэтому делаем алгоритм еще раз R U' R D2 R' U R D2 R2 все углы встали по своим местам встали большие углы в нужные позиции даже если бы маленькие уголки было необходимо переставить мы бы все равно перешли к следующему этапу а именно ориентации уголков сейчас мы сначала развернем вот эти углы а потом рассмотрим случай PLL паритета который решается интересным алгоритмом разворачивать уголки будем так же как на мастер морфикс 3 на 3 для этого мы обратим зелено-желтую грань налево и при помощи пиф-пафа будем разворачивать вот этот уголок каждые два пиф-пафа будем проверять правильно ли ориентирован уголок первый пиф-паф ru r штрих у стрих это второй а видим что уголок ориентировался правильно подворачиваем другой продолжаем делать пиф-пафы R, U, R', U', 1, R, U', R', U', это 2. Видим, уголок ориентировался правильно, но здесь не собрано, поэтому на это место мы подворачиваем один из одноцветных, так же, как и делали это на мастер-морфиксе 3х3, вот он встал, и делаем пиф-пафы до тех пор, пока не восстановится вот эта часть. R, U, R', U', R, U', U', R, U', U', все восстановилось, подворачиваем, а мастер-морфикс собран. То же самое мы делали бы, если надо ориентировать только один уголок, мы просто сделали бы нужное количество пиф-пафов для этого угла, а оставшиеся доделали бы на одноцветном уголке. Все это в обучающем видео по 3х3 я подробно рассказывал. Рассмотрим, наверное, наиболее неприятную ситуацию. Ни один из углов не стоит на своем месте, и нужно сделать так, чтобы хотя бы один крупный угол встал в нужную позицию. Мы видим, что если вот этот уголок поставить сюда, то он ставит на нужное место. Мы знаем, что при перестановке стандартным алгоритмом, зелено-желтую грань к себе, вот этот угол переходит вот сюда. Значит, если мы этот угол поставим сюда, он станет так, как нужно. Просто из такого положения выполняем алгоритм. И не важно, что здесь угол, который не на своей позиции. R, U' R, D2. R' U, R, D2. R2. Этот угол встал на свое место, и на удивление у нас еще и вот этот уголок встал на свое место. С первого раза этого могло не произойти. Допустим, у нас получилось вот так. Этот уголок на своем месте остается вот этот большой, поставить вот сюда. Причем игнорируя положение маленького желтого и маленького зеленого. Располагаем угол большой, трехцветный, который стоит на своем месте, слева, спереди, сверху. И продолжаем выполнить либо этот алгоритм, либо ему обратный. R, U' R, D2, R' U, R, D2, R2. Большой угол все еще не на своем месте. Значит, делаем еще раз. R, U', R, D2, R' U, R, D2, R2. И вот у нас получилось. Большие углы на своих местах, но маленькие как получились. И мы уже понимаем, что здесь будет PLL паритет. Но, невзирая на это, мы продолжаем сборку и разворачиваем вот этот уголок. Располагаем зелено-желтую грань слева и делаем по два пиф-пафа, пока вот этот угол не развернется. Первый пиф-паф. Второй пиф-паф. Угол не развернулся. Делаем еще два. Смотрим, угол развернулся. Так как у нас другой большой уголок был уже правильно ориентированный, мы подворачиваем на вот это место какое-нибудь из одноцветных. И доделываем на нем пиф-пафа до тех пор, пока правая часть не восстановится. R, U, R'у', 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 R'у'. Все здесь восстановилось. Подворачиваем и получаем классическую ситуацию PLL паритета. Причем я рекомендую делать все именно в той последовательности, которую я сейчас указал. То есть собрать большие углы, правильно их ориентировать, а в самом конце уже менять местами вот эти два. Существует много способов решения этой ситуации. Я предлагаю наиболее рациональные из них. Мы не будем выполнять чистую перестановку двух этих углов. Так как в мастер-морфиксе много одинаковых элементов, то при применении этого алгоритма, помимо двух углов, переставится еще несколько других деталей. Для начала я покажу алгоритм на обычном кубике 4х4, чтобы его было проще осознать. И заодно мы посмотрим, какие перестановки на самом деле происходят. По сути, мы будем выполнять тот же самый T1, где все движения R выполняются двойными слоями, которые мы использовали для сборки последнего центра. Но предварительно выполним несколько дополнительных ходов. Первый из них U2. Дальше мы делаем Rv' U', после R, F, R'. Эти ходы это так называемый setup move. После чего мы выполняем Tv perm. Обычный T perm, где все движения R делаются двумя слоями. Rv, U, Rv', U', Rv', F, Rv'2, U', Rv', U', Rv', U', Rv', U', Rv', F'. И видим, что на кубике 4х4 произошло нечто странное. Поменялись местами два вот этих угла. Это, в принципе, то, что нам нужно на Master Morphix. Но помимо этого поменялись местами два вот этих ребра. Еще два вот этих ребра. А также два вот этих центра. Если посмотреть на Master Morphix, то что мы увидим? Два ребра, которые поменялись, на нем одинаковые. Такие же одинаковые они и с этой стороны. Вот они. И поменялся вот этот центр вот с этим центром. А значит, мы не увидим никаких перестановок, кроме перестановки вот этих двух углов. Что еще важно? Углы не просто переставились, но еще и развернулись. Поэтому переставлять я рекомендую именно маленькие уголки, ориентация которых не важна. А значит, делать алгоритм нужно именно из этого положения. Когда у вас маленький уголок слева, большой справа. Это если рассматривать переднюю грань. На задней грани наоборот. Большой уголок должен быть слева, маленький справа. То есть перестановка идет именно вот этих двух элементов. Еще раз покажу на кубике для закрепления. Сначала делаем У2. После РВ штрих, У штрих. Далее Р, Ф, Р штрих. Это был сетап мов. Далее ТВ первым. РВ, У. РВ штрих, У штрих. РВ штрих, Ф, РВ2. У штрих, РВ штрих, У штрих, РВ, У, РВ штрих, Ф штрих. Далее отменяем сетап мов. Р, Р, Ф штрих, Р штрих, У, РВ, У2. Все собралось. Ну и применяем этот алгоритм на мастер морфиксе. Перестановка вот этих двух элементов. Один слева спереди, другой справа сзади. Зелено-желтая грань сверху. Сначала делаем У2. После РВ штрих, У штрих. Далее Р, Ф, Р штрих. Мы помним, что ТВ первым переставляет два вот этих элемента. Как раз видим, что здесь они одинаковые. Поэтому можно определять, правильно ли вы движение сделали. Выполняем ТВ первым. РВ, У, РВ штрих, У штрих, РВ штрих, Ф, РВ2. У штрих, РВ штрих, У штрих, РВ штрих, Ф штрих. Отменяем Сетап Мов. Р, Ф штрих, Р штрих, У, РВ, У2. Мастер морфикс собран. Этот алгоритм для пилого паритета будет также работать на 6х6 и на 8х8. Если когда-нибудь выпустят 10х10, то там тоже будет работать. Как и на другом любом четном мастер морфиксе. Но этот алгоритм не будет работать на обычном кубике 4х4 и на всех других шейпмодах 4х4. Так как там не будет такого количества одинаковых элементов. Существуют методы, которые позволяют избегать возникновения паритетов на мастер морфиксе и на других шейпмодах 4х4. Но это тема для отдельного видео. Гораздо быстрее и эффективнее применять алгоритм, который сейчас показал. Теперь у вас есть вся необходимая информация для сборки мастер морфикса 4х4. Тренируйтесь и все у вас получится. Всем спасибо, всем пока.